Добрый день! Меня зовут Харитонов Антон. Я работаю научным сотрудником в Институте физики Казанского федерального университета. Также я работаю на кафедре общей физики, веду занятия у студентов. В своей сегодняшней лекции я попытаюсь ответить на такой провокационный вопрос, могут ли материалы думать? Раз у нас речь пойдет о материалах, то давайте сразу обратимся к таблице Менделеева. И сразу же рассмотрим такой элемент, как углерод. Известно, что из углерода состоит графит, грифель карандаша. Также известно, что алмаз тоже полностью состоит из углерода. Тогда возникает вопрос, почему вот эти два материала состоят из одного и того же, но графит такой хрупкий, то есть мы можем легко сломать карандаш. А алмаз самый твердый минерал на земле. И ответ здесь таков, что атомы углерода в этих материалах упакованы по-разному. Получается, что можно брать различные атомы, складывать их и получать какие-то новые материалы с новыми свойствами. Впервые эту идею высказал нобелевский лауреат по физике Ричард Фейман в своей знаменитой лекции, там внизу много места в 1959 году. Зачем нам нужны новые материалы? Почему ученые так усердно бьются над тем, чтобы создать новый материал? И реальность такова, что нами движет тяга к чему-то новому, тяга к познанию. Что будет, если взять атомы и сложить их вот таким необычным образом? Если же думать с более прагматичной точки зрения, то речь, конечно, идет об улучшении различных физических характеристик материалов. В том примере с графитом и алмазом это прочность. Если мы говорим о, например, материалах дисплеев, то ученые пытаются складывать вот такие вот конструкторы, чтобы получить материал, у которого была бы большая яркость свечения и так далее. А можно ли получить какое-то принципиально новое качество? То есть такое свойство материала, с которым мы раньше вообще не сталкивались и даже не задумывались. То есть это такое хорошее упражнение для фантазии. И одной из такой фантазии является научить материалы думать. Тут сразу мне многие возразят, скажут, зачем нам так изощряться, ведь у нас есть компьютеры. И действительно, компьютеры, которые у нас у всех сегодня есть, решают все повседневные задачи. Это серфинг в интернете, работа с документами, обработка фотографий, программирование и так далее. Но есть и второй класс задач. Они уже на порядке сложнее. Вообще, развитие высоких технологий напрямую связано с выполнением сложных ресурсоемких вычислений и обработки просто гигантских объемов данных. И становится понятно, что когда дошло дело до самых современных задач, то даже самые мощные суперкомпьютеры оказались неэффективными. Это заключалось в том, что время расчетов было неприемлемо долгое и было гигантское энергопотребление. Становится понятным, что развитие вот таких технологий, как машинообучение, анализ бигдата, моделирование сложных систем требует от нас все больше и больше мощных компьютеров. Однако наращивание вычислительных мощностей традиционных компьютеров сегодня сталкивается с рядом принципиальных трудностей. Чип процессора состоит из транзисторов. Чем больше транзисторов, тем лучше производительность компьютера. Сегодня число транзисторов идет уже на миллиарды на одном чипе, который у нас в телефонах и в ноутбуках. И если мы хотим увеличивать производительность, то нам надо увеличивать число транзисторов на чипе. И это достигается за счет того, что транзисторы делают все более и более маленькими, чтобы их больше поместилось на чипе. Если посмотреть на развитие электроники, то есть вот такое вот интересное наблюдение, которое называется законом Мура. Число транзисторов, поэтому согласно этому закону, удваивается каждые два года. И примерно до десятых годов эта зависимость очень хорошо соблюдалась. Однако компьютеры, которые выпускаются сегодня, уже не успевают за темпами вот этой зависимости, как мы здесь видим. Это связано с тем, что транзисторы становятся уже настолько маленькими, что их размеры становятся сравнимыми с размерами атома. То есть дальше уже уменьшать транзисторы некуда. Ну вот, к примеру, сейчас у нас самые такие передовые процессоры, сделанные по 5-нанометровому техпроцессу, а к 2025 году это будет уже примерно 1 нанометр, а размер атома это примерно 1 десятая нанометра. И становится понятно, что возникает такая потребность в создании вычислительных устройств нового поколения, которые позволят преодолеть все вот эти ограничения традиционных компьютеров. В 2014 году вышла одна очень такая интересная статья в престижном научном журнале Science. Авторы, это профессор Ингета с коллегами, заявляют, что они разработали материал, который может совершать сложные математические операции. Данный класс материалов они назвали вычислительные метаматериалы. По сути, они смогли избавиться от традиционного компьютера и заменить его на некий хитрый материал, который смог, как они показали, выполнять сложные математические операции, например, операции дифференцирования и интегрирования, и даже решать уравнения, сложные уравнения. Здесь вот такой вот материал, он схематически изображен в виде такой вот головы человека. В отличие от традиционных компьютеров, которые цифровые, данные вычислительные устройства аналоговые, и работают они не с электронами, а с фотонами. Мы сейчас запомним вот этот вот термин, вычислительный метаматериал, и к тому, как они работают, мы вернемся чуть позже. А сейчас я бы хотел поподробнее поговорить об аналоговых компьютерах. Классические цифровые компьютеры работают с дискретными значениями, нулями и единицами. Аналоговые компьютеры работают с непрерывным диапазоном значений. До примерно 1960-х годов самые мощные вычислительные устройства были аналоговые, а сейчас практически все стало цифровым. Многие из нас даже никогда не слышали об аналоговых компьютерах. Но вскоре, возможно, все изменится. Одним из первых известных нам аналоговых устройств является, был разработан, был создан примерно за 100-200 лет до нашей эры. Так называемый антикитерский механизм был обнаружен на месте крушения древнего корабля. Рентгеновское сканирование показало то, что внутри находится 37 скрепленных между собой шестеренок. Размеры этих шестеренок были подобраны таким образом, чтобы движение частей вот этого механизма соответствовало движению различных небесных тел. То есть, вращая вот этот механизм, можно определять положение Земли, Луны, Солнца на десятки лет вперед. И тем самым можно предсказывать затмение. И это устройство было аналоговое. Здесь вот показаны примеры других аналоговых устройств. Там вот логарифмическая линейка, например, все знают. Вообще вот такие устройства, которые уже были в 20 веке разработаны, использовались преимущественно для решения сложных систем дифференциальных уравнений. Такие уравнения описывают различные физические системы. Ну, например, можно спрогнозировать приливы и отливы. Или можно решить такие уравнения и тем самым решить задачу аэродинамики для разработки крыла, например, самолета. Но сегодня все наши вычислительные устройства цифровые. Проблема в том, что движение вот таких механических частей этих устройств, оно очень медленное. И вдобавок ко всему, эти устройства, они очень громоздкие, там, размером с комнату. То есть их в карман просто так не положь. Более совершенные аналоговые устройства, они были основаны на электрических схемах, но они тоже проигрывали цифровым устройствам. И в результате мир сегодня перешел на полностью цифровые компьютеры. И может показаться то, что аналоговые устройства уже давно канули в небытие и всеми позабыты. Но это на самом деле не так. Сегодня интерес к аналоговым вычислениям возродился благодаря развитию фотоники. В классических цифровых компьютерах вычисления основаны на управлении электрическим током, то есть на управлении электронами. А фотоника занимается управлением светом, то есть фотонами. У оптических технологий есть, то есть они имеют неоспоримое преимущество над электроникой. Это вот ярко, очень ярко отражено на том, как мы сегодня передаем информацию. Мир сейчас полностью отказывается от электрических кабелей и переходит на оптоволокна. Если у вас дома есть высокоскоростной гигабитный интернет, то он к вам поступает по оптоволокнам, и носителем информации в этом случае является уже свет. Свет имеет намного большую частоту, и поэтому он может передавать информацию на порядке быстрее, чем электрические импульсы. Плюс свет практически не поглощается, и, соответственно, тратится намного меньше энергии, то есть такие устройства будут более энергоэффективными. И казалось бы, то что есть все благоприятные условия, чтобы создать оптический компьютер. Но, в отличие от электрона, фотонами очень тяжело управлять. То есть, чтобы создать оптический компьютер, нужно как-то научиться управлять светом. Первые оптические компьютеры были очень похожи на электронные, только вместо транзисторов там использовались различные оптические инструменты. Линзы, призмы, зеркала и так далее. Однако, такие устройства никакого распространения не получили, потому что они, опять же, получались очень громоздкими и сложными. Группа профессора Ингетта, о которой мы говорили в начале лекции, они разработали новое поколение оптических компьютеров. Их идея заключается в том, чтобы заменить вот такие громоздкие оптические инструменты на тончайшие нанометровые пленки, которые смогли бы выполнять все те же самые функции. Но сразу возникает вопрос. Как сделать так, чтобы тонкая пленка могла фокусировать свет так же, как линза? Ведь нам нужна же выпуклая форма. Или как заставить тонкую пленку раскладывать свет в спектр, как призма? Непонятно. Решением этой проблемы стало использование метаматериалов. Мы постепенно подходим к нашей главной цели, вычислительные метаматериалы. Вообще, концепция метаматериалов развивалась независимо от всей этой истории с аналоговыми вычислениями. Метаматериал — это вот такой вот массив наночастиц. Это очень похоже на тот конструктор из атомов, о котором мы говорили в самом начале. Только здесь вместо атомов используются наночастицы. Например, наночастицы из золота. Очевидно, что такой материал намного проще будет изготовить, чем вот этот материал. Оказывается, что если брать наночастицы правильной формы и упаковывать их правильным образом, то можно заставить свет распространяться так, как нам нужно. Как, например, показано вот здесь. Например, фокусироваться. Видно, да, то, что здесь выложены вот такие вот хитрые наночастицы в виде крестика. Идея вычислительного метаматериала заключается в следующем. То есть нам надо сконструировать наш метаматериал таким образом, чтобы свет, прошедший через него, являлся бы результатом выполнения некой заданной математической операции над входящим световым сигналом. Ну, например, как здесь показано, операция дифференцирования. Давайте посмотрим на конкретном примере. Вот наш вычислительный метаматериал. И, допустим, мы проецируем вот такое изображение на наш метаматериал. Такие четыре буквы. Это изображение, то есть свет проходит через метаматериал, и на выходе, на камере мы видим вот такое вот изображение. Физики и математики сразу могут догадаться то, что это изображение — это не что иное, как результат дифференцирования вот этого сигнала. То есть таким образом наш метаматериал... Это, кстати, результаты эксперимента. И таким образом этот метаматериал смог выполнить операцию дифференцирования. А если говорить более конкретно, то такие метаматериалы используются для поиска краев объектов. Это очень важно в технологиях машинного зрения. Важно, что в этом случае работает аналоговый принцип. Классические цифровые компьютеры работают следующим образом. То есть у нас есть некий аналоговый сигнал, изображение. Этот сигнал преобразуется в гигантский массив единицы нулей. Далее этот массив подается на вход процессора. Процессор последовательным образом совершает кучу логических операций над этим массивом. В результате у нас образуется новый массив единицы нулей, и он опять преобразуется в аналоговый сигнал. И мы видим наш результат. Это очень долго. А в случае оптических аналоговых процессоров что мы имеем? У нас свет просто проходит через материал со скоростью света, и мы сразу мгновенно получаем изображение. То есть такой материал работает в режиме реального времени. Таким образом открываются с помощью таких вычислительных материалов новые возможности в развитии аналоговых высокопроизводительных вычислений. Есть все основания полагать то, что аналоговые устройства смогут преодолеть существующие ограничения цифровых компьютеров, электронных цифровых компьютеров. В заключение я бы хотел сказать, какие сегодня существуют научные задачи в этой области. Первое — это увеличение точности. Аналоговые устройства, они очень чувствительны к помехам. И надо эту проблему как-то решать, увеличивать точность. Далее аналоговые устройства, они очень узкоспециализированные. Конкретное устройство, оно заточено на решение какой-то одной задачи, например, поиск краев. И его невозможно, я пока не знаю, но его трудно представить, то, что оно сможет стать вот таким универсальным. И также есть ряд других задач. Развитие технологий высокопроизводительных вычислений позволит дать существенное ускорение в развитии многих технологий, например, машинного обучения, анализа бигдата, моделирование сложных систем и других. И мы возвращаемся к изначальному нашему вопросу «Могут ли материалы думать?». И я, пожалуй, оставлю этот вопрос открытым. Я бы хотел поблагодарить всех присутствующих за внимание, а также организаторов и Казанский федеральный университет за проведение подобных мероприятий. Пользуясь случаем, я хотел бы оставить свои контакты. Все, кто заинтересовался этой темой и хотели бы принять участие в наших исследованиях, прошу писать мне на почту. Спасибо за внимание. Спасибо большое за лекцию. Очень интересно. У меня такая мысль возникла. Получается, человечество достигло своего предела в развитии цифровых технологий. И поэтому сейчас решили развивать аналоговые. А почему изначально в истории появилась потребность больше внимания заострить на цифровые? То есть не может ли это быть таким маячком, что аналог может ничего не получиться? История складывалась вот так. То есть все это происходило, развитие вот этих аналоговых устройств, такая самая бурная часть, она происходила в военное время. И там была очень жесткая конкуренция между цифровыми и аналоговыми устройствами. Там люди использовали эти устройства для наведения орудий и так далее. И на тот момент на первых этапах были более эффективные аналоговые устройства. Но потом люди открыли цифровой принцип, потому что аналоговые не позволяли добиться нужной точности. Я уже говорил, да, то, что очень чувствительны к помехам. А цифровые компьютеры, они... То есть сложно перепутать единицу и ноль, то есть они к помехам очень устойчивы. И поэтому отдали предпочтение цифровым компьютерам. И потом все так завертелось, люди научились делать интегральные схемы, делать очень много этих транзисторов на чипе укладывать. И так получилось то, что цифровые компьютеры получили такую хорошую производную в развитии. А аналоговые, я как уже говорил, то, что на тот момент не было технологий, которые позволили бы, например, избавиться от механических аналоговых машин. Вот сегодня как раз интерес возник, потому что появились новые возможности управления светом. И вот на этих технологиях сейчас пытаются строить новые аналоговые устройства. Я ответил? Да, спасибо. А вот у меня еще такой вопрос. Вот вы говорили, что можно, значит, сделать метаматериал. То есть это определенным образом упакованные, допустим, наночастицы, которые выполняют какую-то определенную функцию или какое-то математическое действие. А можете рассказать, как можно изготовить такие материалы? То есть вот там нарисованы такие в виде буквы «П» там. То есть это же, наверное, сложно делается. Я вот эту проблему, я ее написал, но я ее не проговорил. Простота. Если технология очень сложная в изготовлении, требует очень много денег на это, то она не будет развиваться. То есть вот такие вот метаматериалы, они очень сложные, их тяжело изготавливать, и очень тяжело контролировать их качество изготовления. То есть там какая-то малейшая ошибка в изготовлении могут приводить к погрешностям, о которых я говорил. И все это будет сказываться на точности результата. И поэтому одной из такой задач является разработка вот таких простых геометрий. То есть сделать метаматериал как можно более простым, но чтобы он мог производить сложные математические операции. То есть это уже такая научная задача. И если вы ее можете решить, то это будет очень хорошо. Спасибо. Просто прекрасное выступление. И я хотела задать вопрос. Через сколько времени такие материалы будут реальны в нашей жизни? Как вы думаете? Тут сложно давать оценки. Вот эта вот статья, о которой я говорил. То есть впервые речь о вычислительных метаматериалах началась в 2014 году. То есть прошло уже примерно 8 лет. С одной стороны, там достигнуты большие успехи. То есть вот эта вот группа, она не перестает работать над этой темой. Они научились решать сложные дифференциальные уравнения, там решать всякие сложные задачи. Но там до сих пор присутствуют все вот эти вот проблемы, о которых я говорил в конце, с точностью, универсальностью, с простотой. То есть они так или иначе присущи существующим на данном этапе устройствам. И так вот прогнозировать, когда они появятся у нас в карманах, ну очень тяжело. Но я все-таки оптимист и надеюсь, что общими усилиями мы все-таки добьемся этого всего. Спасибо. Еще возник такой вопрос. Смотрите, нейросеть — это обучаемая какая-то сеть, а человек — это то же самое. Это обучаемая сеть. Если мы ребенка впустим в жизнь и ничего ему не объясним, он ничего и не научится. То есть по сути мы такие программы, которые используют свою, ну вот эту бигдату, чтобы формулировать новые вопросы. Не откуда берутся, а на основе опыта. В чем же проблема нейросети сделать так же? Есть такой академик советский, Капица. Он сказал то, что 21 век будет веком медицины. То есть сейчас такой глобальной задачей, глобальной мечтой заключается в том, заключается в том эта задача, чтобы понять, как работает мозг. Как только мы это поймем, как мозг может обучаться, придумывать что-то, созидать, создавать, то это будет сразу же сингулярность в истории человечества. Мы сможем создавать по-настоящему настоящий искусственный интеллект. То есть пока все пытаются это понять. А вы как думаете? По этому поводу. Человек есть нейросеть? Да. По сути, человеческий мозг – это нейросеть. То есть там есть нейроны, которые соединены синапсами. Они там с разными весами работают. И вот эти аналоговые устройства, про которые я говорил, для решения машинного обучения. Эти аналоговые устройства построены по этому принципу. То есть там тоже используются такие искусственные нейроны, которые соединены связями. Их называют еще нейроморфные устройства. Нейроморфные. Они подражают мозгу. То есть в науке такое часто бывает, что ученые черпают свое вдохновение из природы. Вот. Поэтому это вот такое перспективное направление очень, да. Спасибо большое за интересный и познавательный доклад. Я хотел бы узнать, как вы считаете, возможно ли создание полностью аналоговой системы, аналогового компьютера без вклада цифровой обработки, передачи информации? Это вот первая часть. Вот второй вопрос. Правильно ли я понимаю, что вот будущий такой квантовый компьютер, он будет, квантовый говорю, да, ну, соответственно, аналоговый компьютер состоять из набора данных метаматериалов и как-то потом управляемых для конкретной задачи? Я все-таки склоняюсь, если отвечать на первый вопрос, я склоняюсь к тому, что устройства будущего, они будут такие гибридные. То есть они будут на какую-то часть цифровые, на какую-то часть аналоговые. То есть наша конечная цель, то есть добиться какой-то высокой производительности, неважно, какими целями. То есть у нас не стоит задача любыми способами сделать аналоговый компьютер, чтобы он был такой гегемонию, да, создал. То есть человечество обычно идет по пути наименьшего сопротивления. И вот из этих соображений я все-таки думаю, то, что это будут гибридные устройства. Так, а второй вопрос был по поводу схемы данных компьютеров, что она будет состоять из набора метаматериалов или как-то там какая-то будет хитрая, более сложная система для решения задачи? Ну, если говорить в краткосрочной перспективе, то я все-таки склоняюсь к тому, что мы по-прежнему будем использовать цифровые компьютеры, они универсальные, да, то есть мы их можем использовать для решения любых задач. Но в каких-то специальных случаях, которые требуют каких-то очень ресурсоемких там вычислений или обработки гигантских объемов информации, вот в случае таких узких задач мы будем использовать аналоговые устройства, а для повседневных целей мы будем использовать цифровые. Это похоже на самом деле на квантовые компьютеры, да? То есть квантовые компьютеры, на них не запустишь Word. То есть они используются для решения конкретных узких задач. Спасибо. У меня вот в связи с этим вопросом, который только что был задан, вот такой вопрос. Вот то, что вы рассказывали про аналоговые компьютеры, ну, создает впечатление, что они непрограммированы, что они вот как бы… Это устройство, которое делает там какую-то… одну какую-то там функцию, одну задачу решает, и вот то же самое устройство как бы перепрограммировать, чтобы оно делало другую задачу, либо сложно, либо невозможно. То есть чтобы сделать другую как бы задачу, нужно заново собрать со нуля устройство. Вот тогда в связи с этим возникает вопрос. Вот сейчас же мы как бы… У нас есть программирование, там у нас вот закос такой под универсализм. Значит ли это, что вы видите в будущем, что человечество перейдет именно вот к этим узкоспециализированным устройствам, и фактически программирование будет на этапе, как бы то, что называется, hard, а не soft? Вот такой вопрос. Я вот тут в конце лекции призывал талантливых студентов, магистрантов присоединиться к нашим вычислениям, к нашим исследованиям. Как раз мы сейчас ведем, начинаем такие исследования вести, которые связаны с той проблемой, которую вы озвучили. Вот мы создали вот такой метаматериал, и все, мы его не можем как бы изменить, да? Вот он есть, какой он есть. И надо как-то… Хотелось бы научиться его свойства перепрограммировать. Вот эти вот метаматериалы, они основаны на том, что вот эти вот структурки, да, на ней чтится, они неоднородны в пространстве. То есть есть пространственная неоднородность. А вот та идея, которую мы сейчас разрабатываем у нас в лаборатории, заключается в том, чтобы взять сплошные материалы, там, например, сплошную пленку, но делать уже неоднородность не в пространстве, а во времени. Например, как-то модулировать свойства среды. Например, мы модулируем с какой-то одной частотой, метаматериал выполняет одну функцию, потом меняем эту частоту модуляции, и метаматериал будет выполнять другую функцию. То есть вот сейчас мы пытаемся над этим работать. Так что я еще раз всех призываю, кто хочет к нам присоединиться, всех ждем. Спасибо. Ну, еще один вопрос. Такой даже не вопрос, а больше полет фантазии. Если... Я знаю, люди придумали такое, что можно дронами, большими такими скоплениями дронов, управлять всем как единым организмом. Можно ли то же самое применить к метаматериалам, чтобы можно было перестроить, написать программу, и он перестроился как надо. Есть ли вообще такая мысль у кого-нибудь? Ну вот если в таком исполнении, то сложно его перестроить. То есть мы выложили эти частицы, и непонятно, как их заставить изменить свою форму. Есть на самом деле материалы, которые, например, под воздействием электрического напряжения могут как-то изгибаться или еще что-то делать. Ну, я думаю, это такой один из способов перепрограммировать метаматериал. Ну, наверное, да. То есть можно подавать внешние воздействия, эти частички будут как-то изгибаться, и, соответственно, мы их будем перепрограммировать, наш метаматериал. Это один из способов, я так думаю. В принципе, интересный. Спасибо. Еще у вас? Хотела поблагодарить вас за интересный доклад, и хотела уточнить такой момент. Получается, здесь нет какой-то универсальности. То есть если мы рассматриваем компьютер, то он, в принципе, у всех плюс-минус одинаков. Он выполняет одинаковые абсолютно функции. То есть здесь каждая индивидуальная задача требует индивидуальное устройство. То есть и мы каждый раз должны затрачивать ресурсы, энергии, деньги, время для решения определенной задачи, и в будущем, наверное, какого-то также универсальности не достигнется в этом вопросе. Ну, я буду более оптимистичен. Все-таки нет границ к человеческому уму, да. Но сейчас, да, они узкоспециализированы, они вовсе не универсальны. То есть мы можем решать только какие-то конкретные задачи. Вот что-то сделали, он только это будет делать на сегодняшнем этапе развития. Спасибо. Ну, это скорее не вопрос по поводу предыдущего вопроса. Вот в современной сети у нас есть квантовые компьютеры на сверхпроводящих убитых. И они уже собраны. То есть они уже сделаны. Но алгоритм, который на них можно запускать, можно менять. Смысл там такой, что вычисления, то есть какие-то функции или какие-то логические операции выполняются с помощью поля. А сам кубит, он является хранителем информации. Соответственно, если мы там другие поля накладываем на эти кубиты, у нас там другая операция. Вот нечто подобное, и, видимо, Антон Викторович упомянул, когда имел в виду, что мы там с помощью каких-то внешних воздействий можем влиять на эти составные части этого, значит, метаматериала и делать как бы из него другой метаматериал в процессе наших вычислений. Правильно я понял, да? Ну, в моих фантазиях да. Так легко сказать то, что вот можно так делать, и все будет хорошо. На самом деле это очень сложная задача. Ну, возможность, надежда остается. Если вопросов нет, тогда мы завершаем трансляцию. Спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok